Тумсо, собираетесь ли вы строить будущее независимое чеченское государство и его национальную идентичность на антироссийской повестке и риторике, как, к примеру, это делают прибалтийские государства? Многие ли предадут Рамзана после смены власти в Кремле? Или же думаешь, таких вообще не будет? Будут по-братски с Рамзаном до конца на пути Ахмата? Без сарказма, вопрос на полном серьезе. Я думаю, что в случае его, если с него ставку снимет Кремль, его предадут в первую очередь ближайшие его. Я думаю, что первым, кто это сделает, будет Даудов. Даудов это тот человек, насколько мне он представляется, видится, насколько я могу проанализировать его. Я думаю, что это тот человек, который очень опасен для самого Кадырова, так как он в плохом смысле этого слова умен, то есть в нем есть коварство, есть кровожадность, есть мания величия, есть вот эти вот амбиции на власть. Он переполнен всем этим. И это тот человек, который просто, если на него ставку сделает Кремль, если просто даст ему вот эту вот возможность снести Кадырова с его должности, то Даудов это тот человек, который не побрезгует его семейством, его детьми. Он поступит с ним так же, как поступили большевики с Романовыми. Вот это именно тот человек, так он мне представляется. Поэтому, без конечности, кто с ним будет там до конца? Может быть, там будет пару, парочка там человек, но... В основном, вы поймите, что вот это то, что они пытаются выдать за идею путь Ахмата Кадырова, ведь это же ведь не идея, это ведь то же самое, что путь Ленина в свое время. Это не идея. Идея это что-то большее. Идея это то, что не нуждается в том, чтобы вот так вот пропагандировалось везде, чтобы там фотографии вешались. Это в этом не нуждается. Идея, она живет здесь, внутри, у человека она живет. Вот это идея. Идея это, когда ты маленький там, ну подросток, который учится в шестом-седьмом классе, когда тебе делать нечего на уроке, ты сидишь на задней парте, тебе неинтересно там, что происходит, ты берешь тетрадь и рисуешь флаг своего государства. Это вот это то, что я делал. Рисуешь флаг своего государства, ты знаешь, он у тебя вот здесь, этот флаг. Он живет у тебя. Ты его рисуешь. Кто из детей сегодня вот так вот нарисует кадыровский флаг, кто его нарисует? Мало кто это сделает. Будут, наверное, такие люди. Но это очень мало. Вот эта вот идея независимого нашего государства, идея Ичкерии, она жила в нас, в детях. Мы в школах, мы рисовали флаги, мы... И по сегодняшний день эта идея живет. Посмотрите сегодня люди, какие они поднимают флаги в этом мире. Хотя по убеждениям, по заявлениям там, тем же пропагандистов кадыровских этого не существует давно, но продолжается это. Поднимаются эти флаги. Поэтому идея это нечто большее. И за идею люди готовы жертвовать собой. А то, что вот эта фейковая идея, путь Ахмата Кадырова, путь Ленина там и прочее, за это никто не готов жертвовать своими жизнями. Никто на это не пойдет. С ним уберите финансирование этой идеи и все. Закончится эта идея. Не будет ее больше. Никто не пойдет жертвовать за это своими жизнями. Жизнь это самое ценное, что есть у человека. Самое. Ничего с этим не сравнится. Самое ценное, что нибудь, это его жизнь. И никто не будет жертвовать этим самым ценным ради фейковой идеи. Так, у нас был в суперчате вопрос. Почему Кадыров впервые на камеры отчитал Даудова и почему сначала снял его с поста главы сектора номер 3, а потом Даудов опять стал главой сектора? Почему он это сделал? Я не знаю. Голову залезть к Кадырову у нас не получится, но очевидно он был недоволен его работой. Возможно, дело было и не в этом. Может быть, этому предшествовало что-то. Может быть, какая это бывает тема. Он почувствовал, что этот слишком что-то начал активничать. В общем, многое что может им двигать. Но видно было, что Даудов очень сильно волновался. Когда вот на этом совещании он прям там подбирал слова, в этом промежутке подбора слова он постоянно повторял Рамзан Ахматович, Рамзан Ахматович, Рамзан Ахматович. Было видно, что у него, в нем идет какая-то суета бывает в сердце, какое-то волнение у него было. Это прям, он не мог это скрыть. Тумсо, твой ролик Кадыров воин уже имеет больше миллиона просмотров. Как же они тебя ненавидят, наверное. Хвала Аллаху, что такие ролики, это, кстати, один из тех роликов, который я считаю очень важным на моем канале, чтобы его посмотрело как можно больше людей. И хвала Аллаху, что это такие ролики, которые я нахожу важными. Они находят отзыв у зрителей, что люди их реально смотрят. Но хвала Аллаху, что этот ролик, ролик, где Кадыров встретил в тюрьме своего там друга, тоже набрал очень много просмотров. Это хорошо, что чем больше людей это смотрят, тем больше людей узнают, кто такой Кадыров. Хвала Аллаху. Так, посыпались вопросы. Горец. Почему твое видео ушло из трендов, будто его там и не было? Правда ли, что у тебя грыжа спины и ты болен? Об этом писал какой-то подписчик под твоим видео для BBC. Почему он владеет этой информацией? Почему видео ушло из трендов? Потому что таковые алгоритмы Ютуба, они тебя вечно в трендах не держат. Если твой ролик продержался более суток в тренде, то это очень круто. Мой вот этот последний ролик по поводу Ислама Кадырова, он более суток держался в топ-10 российских трендов, поэтому это очень хороший результат. Со временем, естественно, его оттуда подвигают другие ролики, которые аудитория более просматривает, они появляются в трендах, ты оттуда уходишь. Ну, это как бы такой процесс нормальный. Что касается грыжи позвоночника, да, у меня грыжа, поясничная грыжа, межпозвоночная или дископатия, как это по-другому называется. И откуда эта информация, она не секретная информация, я об этом часто говорил в эфирах, поэтому люди об этом знают. Тумсо, собираетесь ли вы строить будущее независимое чеченское государство и его национальную идентичность на антироссийской повестке и риторике, как, к примеру, это делают прибалтийские государства? Алексей Меншуков, я вообще ничего делать не собираюсь. Я только вот делаю. Делаю то, что я сейчас делаю, вот так, как я сейчас делаю. И если ты считаешь, что это какая-то антироссийская риторика, то у тебя, наверное, такое мнение. Хотя, в принципе, никто не может обвинить ни одного чеченца в том, что у него антироссийская риторика. Какая еще может быть риторика, если мы находимся в состоянии войны? Михаил написал за ролик, как и почему слили Ислама Кадырова, это просто лучшее и самое смелое, что я видел, вызывает уважение и желание оказать хоть и небольшую, но все же поддержку. Написал Михаил. Большое спасибо, Михаил, за поддержку, за добрые слова, пожелания. В Германии война между тумсоевцами и ослановцами, а некоторые вообще говорят, правильно били током женщин и ругали, очень противно, не пойму, почему они в Германии. Субтитры создавал DimaTorzok